Ребят, сейчас я хочу показать вам, что есть действительно качественное обучение самого себя. Я сейчас в последнем сообщении написал, ребят, вы не забыли, что вообще-то основа курса Жанга, который мы изучаем, это конкретная демонстрация на практике, как разбирать любые библиотеки один раз навсегда. Мы взяли Жанга, она довольно сложная библиотека, я вам сразу скажу, что после Жанга другие библиотеки будут казаться намного простыми. И такой посыл, ребят, запомните простую вещь, единственное, что вам может не дать стать программистом, это система работы с кодом. Я просто показываю, вот как мы работаем, то есть исходная точка. Да, 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 мы ранее написали, мы ранее написали, допустим, форму с класса, ну написали 5 строчек. Что, от этого будем понимать формы? Да нет, никогда. Ну пошли дальше. Написали форму как представление, все расписали, разобрали каждую строчку. Достаточно? Недостаточно, ребят, сразу скажу, недостаточно. Теперь пошли по-другому. Во-первых, разобрали с ГИД, чтобы нам делать другой ветки и не замусливать проект. Потом создали форму, да, вроде как. И вот как начали делать. Создали форму, да, контактную, которую будем сейчас отправлять. При этом начали обращать внимание, как создавать методы в форме. Я за 10 лет, это все, многие ребята обходят. Профессионалы делают, а в большинстве своем все пишут во вьюхе. Ну а как же все это понять? И тут мы начали работать с этой формой, с чего? Правильно, с Юпитера. Почему? Потому что надо понимать API. Как их понимать? Брать и работать с формой. Но это тоже не так просто. Прежде, вот если взять уроки, да, по Джанго 4. Я сейчас просто покажу, зачем мы это вообще делаем. То есть, смотрите, какая подготовка была. Ну, действительно, начали мы уже писать сайт. Да, ребят, отвлеку. Для тех, кто сначала, отвлекусь на что, что на Ютюбе есть уроки, вот, бесплатные, где мы конкретно пишем сайт. 41 урок, да. Но лучше-то начинать делать с нуля. Что такое Джанго. Сначала надо пройти, потом уже переходить к сайту. И мы уже начали писать сайт. А пишем мы серьезный сайт, сложный. То есть, тут и авторизация, и капчи, и профиль, фолловинг, друзья, посты, чаты. Ну, в общем, любой простой сайт вы потом напишите. Ну, вот не беда, смотрите. Хорошо, нам надо написать форму сейчас, довольно серьезную. Так, дискуссии, да. Форму, да, довольно серьезную. Так, я не в ту запись вошел. Секунду. То есть, и комментарии, и вложенные комментарии, и ответы, и все в одной форме. И, по сути дела, можно было и ее написать по-быструхе. Но, еще раз говорю, посыл. Ведь этот курс Джанго, а с Джанго я работаю уже более 10 лет, он именно демонстрация работы, системы работы с кодом. Вот смотрите, как мы делали. Мы пишем вьюху. Начали писать вьюху. Да, дошли сначала до ИСВАЛИТ. Да, метод проверки. Потом, как получилось, как получилось, что сделали? Начали работать, да, начали работать в Юпитере, и начали разбирать. Оказывается, пока работали с ИСВАЛИТ, с этим методом, разобрали еще несколько методов. Что надо было расставить в голове? Расставить в голове главное. Ведь большинство людей документацию обходит. А наша цель писать по документации. А прежде этого, получается, мы еще кое-что сделали. А что же мы сделали? Правильно. Того, что вообще люди боятся. Залезли в исходный код. А зачем? Ребят, ну ведь, смотрите, смотрим API, все до кучи, да, действительно, все до кучи. А нам надо расставить в голове все, что есть в формах, да, в данном случае в формах. Мы все проходим. Расставить в голове. То есть, вот это все надо расставить в голове. И я говорю, ребят, давайте собирать вот API и вокруг этого все собирать. Я скажу так, что я вижу программистов, которые по 6-7 лет, и они не могут излечить документации и метод от аргумента. Да? А тут новичок это разобрался. Так нам надо было, наверное, сначала, зачем мы полезли в исходный код. Повторили, полезли в исходный код. Повторили, во-первых, по этому, как это работает. Я вам просто наполнил. Оказалось, что поля форум имеют такую вещь, такую вещь, как прием аргументов, да, то есть передача аргументов параметрам. Так надо различать методы, аргументы, что куда писать. И я подумал, лучшим способом будет, если мы будем иметь реальную форму, ее заполнять, дальше, работать с Юпитером, которое будет сейчас. Мы же вызываем эту же форму и видим изменения и проверки все. То есть сначала разбираемся с методом. Взяли избоунт метод проверки, связанной нет. Взяли форму, заполненную нет, то есть проверяем и свалит, то есть валидацию, да, и видим реально. Мы четко начинаем понимать, что мы делаем. Но при этом у нас есть совершенно прямая связь с нашей реальной формой. Хотя я дальше ребятам показал, это сейчас вам интересно, а так можно все быстрее. И тут доходим до чего? Правильно, доходим до клыны дата, то есть до метода. И вот тут я напоминаю ребятам что? Ребята, и постоянно время от времени напоминаю. Ребята, а вы не забыли в начале уроков Жанга основу этих уроков системы работы с кодом? То есть, что это значит? Это значит, ребята, меня расстраивают ребята, которые пишут, я прошел там 30 уроков. Там 3 дня прошло, 4 прошел. Тогда, вот чтоб у вас такого не было, это не есть хорошо. Вот прошли вы 30 уроков, а вы можете сейчас закрыть мои уроки, открыть документацию и все то же самое написать за 2 часа. Используя только документацию. Если нет, вопрос, куда бежим? Значит, первое, что надо сделать, пойти в раздел разработка и посмотреть уроки системы работы с кодом. Что это такое? Потому что сейчас эти уроки, это и есть демонстрация системы работы с кодом на практике. Я делаю вид, как будто я ничего не знаю. Вот я дошел до метода в представлении, до клинит дата, то есть клинит дата. И я должен разобраться, но разобраться один раз. Зачем я это делаю? И как я должен? Я должен проработать это в Жупитер, чтобы понять, как это работает. Зачем, еще раз спрошу, делаю? У меня нет цели запомнить, заучить. У меня есть цель разобраться, чтобы в последующем меня это не тормозило. Я мог писать только опираясь на документацию. Мне достаточно будет API. И подсмотрел, пошел дальше. Второй момент. Я четко понимаю, что в будущем тогда я смогу сосредоточить свое внимание на более сложных вещах. Так как база – это то, чем я буду размышлять. Теперь посмотрите, ребят, себя. Если вы торопитесь, да? Что будет происходить? Ребят, будет происходить именно то, что я сейчас покажу. Секунду. Я сейчас не буду рисовать. Считайте, что вот это ось координат. Если вы бежите, да, и изучаете, и в конце концов проходит месяц, два, три, и у вас каша в голове. Ребят, это повод задуматься о системе работы с кодом. Еще раз повторяю. Единственное, что вам может не дать стать программистом, это система работы с кодом. Как вы отрабатываете код? Как становится так, что кода понятного становится больше, а непонятного меньше? Если у вас все наоборот, а хотите ли не система работы у вас с кодом есть? Ай, потом, ай, скопировал, работает здорово, ай, побежал дальше. А писать, когда мы собираемся? Именно поэтому я ребятам в предыдущем уроке, допустим, сказал, да, ребят, вот смотрите, мы сейчас пишем, да, мы пишем реально. И мы понимаем, что мы пишем. Поймайте это чувство. Оно должно быть всегда с вами. Ведь очень приятно смотреть документацию, понимать, что это значит, и начать писать в представлении, да. И при этом это понимаешь, зачем пишешь, для чего пишешь и что пишешь. И что это сделает. Это чувство надо словить. Это чувство, что у меня получается. Понимаете? И это чувство вас будет подвигать больше, больше, больше. Но сначала надо разобраться с системой работы с кодом. Поэтому. Смотрите, 15 уроков, да, можно же было, говорю, за два урока показать, как это делают в большинстве книгах. Вот вам код, вот он делает то-то, то-то, то-то. Грубо говоря, ну что там. Вот вам автомобиль, вот вам свеча, вот вам поршни, то есть вот вам двигатель. Ну, поршни там туда-сюда ходят, свечи горят. В общем, дальше разберешься, чини этот металлолом. И что, человек починит? Если он ни разу не разбирал машину. Так описаны книги у нас сегодня. Вот, вот код делает то-то, то-то, то-то. Непонятно автору, это 100%, ребят, после 10 лет скажу, что в большинстве своем книги пишут люди, если не брать там Луца, да, год-полтора поработали, Жанга написали, документации не были, не понимают. Не понимают. И пишут, вот это делает то-то, 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 при этом этот код строго подходит под какой-то другой, где уже был примерно такой принцип, и что получается? Других путает. Не будет работать. Получилось так. Сколько уроков? Ковыряемся все с формами. Чтоб к этим формам прийти. Да, писали сайт, надо форму написать. Две формы написали. Написали представление форма, но написание самой формы дает понимание API, дает понимание размышления, дает понимание размышления кодом. Нет, не дает. Сначала надо хотя бы знать, что делают эти API, а мало знать. Большинство их обходит, потому что тут же непонятно ничего. А, ребята школы уже разобрались, и даже понимают, где аргументы, где методы, как проверять правильно, потому что все, вот мы пытаемся все написать, смотрите, представление, написали 4 строчки, а за эти 4 строчки нам пришлось попахать как. Извините меня. Уже 15 уроков. Ну мы же должны записать. Но все подробно. Все так, чтобы разобраться. Все так, чтобы заглянул в документацию. Вот дальше можно бегом. Когда понимаешь, есть чем размышлять, знаешь, где искать. Я же никогда не говорю учить. Надо знать, разобраться. Быстренько посмотрел пример. Ага, понятно, пошел писать. В этом и задача этого курса. И только так, ребята, если вы хотите высокий результат, если вы хотите реально писать. Только таким способом. Хотя сказал, можно было сделать совершенно, как мы сделали. Ну написали мы форму. Ну да, написали. И что это дает? Ничего не дает. Дает только повторить вот это. А вот пойти в магазин подумать. Вот я бы... Что мне сейчас написать? Пока идешь, думаешь. Чем думать, ребята? Чтобы думать, надо разобраться с API. И первое, с чего мы начались, это собрали в голове все это. Вокруг этого API. Потом пошли прорабатывать. Шаг за шагом. Но, ребят, это будет делаться один раз. Поверьте мне. Проверьте это. Вы это сделаете один раз, а дальше будете просто пользоваться. В кайф. И у вас всегда будет, у вас чувство. Я знаю, что делаю. Я пишу код. И это чувство будет постегивать. Меня очень расстраивают ребята, которые пишут. Я за два дня прошел там 30 уроков. Я просто понимаю, что человек пока не понимает. Что надо остановиться, ребят. Надо разобраться в материале, чтобы потом пользоваться. Но разобраться один раз. Пусть на это будет, в данном случае, инвестировано, а не затрачено. Инвестировано неделя. Ну, отдали неделю с форума. Ну, примерно столько получается, пока я буду писать уроки. Ну, неделя. Но разобрались раз и навсегда. Потом в кайф пользуемся документацией. В кайф пишем любые сайты. В кайф мы разбираемся с самими API. Мы разбираемся с командной строкой. Мы разбираемся с библиотеками. Смотрите, сколько наук. Умеем, научимся писать доки, научимся читать доки, научимся разбираться в любых библиотеках. Неужели это не круто? Научимся писать классы, представления и подтягивать на практике. Я сдаю советы, что подтянуть в Python. То есть только такая работа. Тормозит у меня немножко, потому что много чего запущено. Ладно. И если вы ищете сегодня, как научиться разобраться в Python, как научиться писать сайты, это именно то, что вы ищете. Это уж точно. Я понимаю, если вы имеете в виду, я хочу писать. Писать, сам писать, да? Будете писать, куда же вы денетесь? spb-retout.ru Все, ребят, спасибо. Просто рассказал. Вот подход, то, что мы сейчас делаем, но, по сути дела, суть этого видео того, чтобы напомнить ребятам, ребятам школы, ребятам, говорю, вы же не забывайте, что в первую очередь в этом курсе он на что направлен? На работу с документацией. И на систему, на наработку у вас, системы работы с кодом. Потом перекладывайте этот опыт на другие библиотеки. И вы будете писать. Магии нет. Надо просто отладить, как вы подружить самого себя с кодом. И то, что вам кажется сейчас медленно, медленно на самом деле будет очень быстро. Потому что базовых вещей в Python, в Junk не так много в любом языке. И они все перекликаются. Этих базовых, при правильном подходе, ребят, особенно, как я даю школе, допустим, изучение нескольких языков, сейчас нет на это времени отрекаться. Базовые вещи, они накапливаются. И потом становятся на свое место. После этого вы начинаете спокойно, легко работать, просто уже летать, да, по коду с одного языка на второй уже писать, просто пользуясь. Это происходит. И это происходит со всеми. И здесь есть, как бы не говорили, вот я часто слушаю, я тоже раньше так думал, а есть ли золотая кнопка? Есть. Надо делать определенным образом то, что работает. определенным образом в чем это заключается? А в том, чтобы вы после урока могли открыть документацию и спокойно написать то, что вы хотите, используя только ее. Вот тогда вы правильно делали. Вот она. И сказать, есть ли золотая кнопка? Есть. Это определенный порядок прохождения. Вот я сейчас вам примерно его рассказал. То есть все заключается в том, что мы не оставляем в коде ничего непонятного, нам все понятно. Мы работаем на короткой ноге с документацией, но для вас это только начало. Вам еще по системе работ с кодами я говорю, задокументировать код, прописать комментарии. Если все это не делать, а как вы будете размышлять? Код надо проговаривать. Это потом все. Много-много чего. Ребят, короче, все получится. Обязательно будете программировать. Все, спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok